В Иванове к двум извечным русским проблемам можно добавить еще и мусор. Городские контейнерные площадки и мусоросборники долгое время находились, мягко говоря, в ненадлежащем состоянии. Да и в законодательстве царил такой же беспорядок. Разложить все понятия по полочкам и максимально точно расписать обязанности жителей и управляющих организаций попытались ивановские депутаты. В связи с той борьбой, которую управление жилищно-коммунального хозяйства уже ведет на протяжении года с нашим мусором на академии площадок, в управлении разработаны существенные изменения в правила, которые минимум ужесточают требования к управляющим организациям, как к организациям, которые осуществляют деятельность и получают прямую прибыль от сбора и вывоза отходов. В первую очередь законодатели уточнили все определения, чтобы нерадивые подрядчики не смогли найти законодательную лазейку к неисполнению своих обязанностей. А их у управляющих организаций немало. Установка мусоросборников, их опорожнения, содержание в чистоте, при необходимости ремонт, удаление надписей и рекламы с контейнеров. Изменения также исключают законодательную лазейку для юридических лиц. Раньше фирма могла заключить липовый договор на вывоз мусора, а отходы складировать в мусорный контейнер жителей дома. Теперь мы предусмотрели пункт, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, строений, сооружений и других объектов обязаны осуществлять накопление, сбор отходов в мусоросборнике с последующим их вывозом. Соответственно, обязаны будут не только заключать договора на вывоз с управляющими компаниями, либо на установку своего контейнера, но и осуществлять договор на вывоз этого мусора с территории. Теперь с договорами с эффективными, как говорится, не пролезть. Изменения коснутся и жильцов частного сектора. Требования к ним также ужесточились. Владельцы частных домовладельней обязаны осуществлять сбор отходов путем его складирования в мусоросборнике индивидуального или коллективного пользования. И точно так же, как юридические лица, заключать договор с подрядными организациями. Сваливать свои отходы в мусоросборнике многоквартирных домов частные домовладельцы больше не смогут. По крайней мере, безнаказанно.